Главное, чтобы везло с погодой, как нам сегодня. Очень чудесное место. Так, а где же вход? Ага, если дорога идет дальше, то как-то там нужно на него подниматься. Он всего лишь метр тридцать в ширину. Получается второй по длине мост в Европе. Шестьсот шестьдесят пять метров, по-моему. Максимальная высота сто метров до него. Тут везде эти скошенные луга. Обалдеть. В общем, две минуты на такси от нашего отеля. И мы вот переехали в горы. Тут площадка, где люди могут остановиться. И мы сейчас идем смотреть Виллинген Skywalk мост. Тут немножко нужно прошлепать, конечно. Непонятно, почему остановка так далеко от моста. Вон он впереди виднеется. Вот, далековато. И тут есть и пожилые тоже люди. Очень странно, что туда подъехать, ну, совсем к подъемнику невозможно. Нужно идти немножечко пешком. Летят ли людей, которые сюда приезжают на хайкинг. Это, конечно, не расстояние. Здесь столько трасс и маршрутов. Лучший способ передвижения, это, я думаю, на велосипедах. Очень много людей на велосипедах. И можно на велике здесь просто обкататься. Вот указатель. Skywalk Виллинген. И вот туда еще немножечко нужно пройти. Потом дорога тянется вот вдоль такого леса. Хвойного. И что интересно, этот лес слева, он высаженный, потому что эти елки, они вот ровными рядами вот так вот посажены. Птицы поют так красиво. Да, мы теперь поняли. Самый лучший способ передвижения здесь, это вот у таких вот электромобильчиков. Вообще идеальный вариант. Далековато они сделали. Площадку. Подъездную к мосту. Поэтому самый лучший вид транспорта электромобиля, либо велосипеды. Нормальный мост. Вау. Класс. Качается он немножко. Но не сильно. Перед последним подъемом можно отдохнуть. Здесь различные маршруты. Ну и еще вот 100 метров. Сюда на горку. И мы уже на месте. Вперед к приключениям. Теперь начинается квест, как отсюда уехать. Но мы пошли в сторону городишки. Надеемся, там такси можно будет снять. Здесь вот такая вот малюсенькая горная речушка протекает. Ну, по такой дороге можно и прогуляться в деревню. Мост, пока. Ты был крутой. Небольшая информация по поводу транспорта. Ну, конечно, в данных горных районах все не так просто. Мы вот зашли в кафешку. Ну, и нам вот добрый человек вызвал такси. Но все это сложно здесь. Потому что люди, конечно же, в такие локации приезжают на машинах. Что интересно, если... Ну, вот нам дали такие талончики. И в общественном транспорте можно ездить бесплатно. Не знаю, на как далеко. Но, возможно, здесь по территории Уссельно и этого горного района. Виллингена. Но мы хотели на автобусе доехать до моста. Это всего лишь 4 километра. Но автобус ходит 2 раза в сутки. Поэтому с автобусами тоже очень все сложно. Но зато, как лайфхак, в такие места все-таки нужно приезжать на машине. У нас в этот раз не получилось с машиной, потому что права забыты. Вот. Ну, либо на машине приезжать, либо арендовать. И здесь очень много красивых местечек. Такая милая кафешечка. Мы ждем здесь такси. И просто везде вот такие вот отели, пансионаты. Где можно останавливаться. Площадки для кемпинга, если ты путешествуешь на передвижном доме. А, вот он, да. Винтер парк Виллинген. То есть здесь все, что связано с горнолыжным курортом. Трассы. Много черных, красных. Да, здесь очень, здесь очень круто. Ну, и летние прогулки здесь просто нереально. Sometimes I feel like a motherless child. Субтитры подогнал «Симон». Я не знаю.